Дорогие друзья в Тхармии, сегодня предлагаю вашему вниманию еще одну аудиозапись, продолжение того, что говорил несколькими днями раньше в аудиозаписи, позаботиться о своей карме или сделать карму своей, по-тибетски «ле дагирдже». Это от Совета, который наш исторический Будда Шкямуни давал практикующим. По-тибетски это звучит «ле дагирдже» и «ле дагирдже». Итак, здесь говорится о том, чтобы позаботиться о своей карме. Мне хочется сказать, что в этом главное. Все сводятся к практике, практике Будда Тхармы. Когда я это говорю, кто-то из вас, возможно, знает, как практиковать, в какой-то степени. Кто-то из вас, хотя бы хотели бы практиковать, возможно, у вас нет средств, нет времени, нет учителей и так далее. И поэтому вы чувствуете, что ваши возможности как бы ограничены, и вы не знаете, как за это взяться. Но одновременно у вас очень сильное чувство, сильная мотивация практиковать, но вы не знаете, как это сделать. Итак, обеим категориям я хочу сказать, воодушевляя любая форма практики, будь то самая простая версия, например, произносите слов какого-либо аспекта мудрости, или же, если вы делаете что-то более сложное, например, вы можете читать что-то такое, как Биттхарма или Праджина Парамита и так далее. Вкратце, это действительно практично, это просто. Почему есть такое чувство, что трудно этим буддийским практиком заниматься? Это из-за наших стереотипов мышления. Если мы с самого начала скажем себе, что это трудно, то с этого момента мы уже устанавливаем такое, это укореняется в нас, в наших стереотипах мышления, что как бы простой практика ни была, или какой бы сложной ни была, это всегда будет трудно, и у нас всегда такое чувство, что мы уплылаем куда-то, хотя у нас правильная, искренняя мотивация, и у нас, кстати, нет ощущения, что наша практика справляется, имеет отношение к тем сложностям, с которыми мы сталкиваемся. И в частности, мы сейчас сталкиваемся с этой пандемией, которая глобальна. Конечно, наверное, правильно будет сказать, что все большее количество из нас поддается страху или сомнениям, это почти как средство справляться с этой ситуацией, хотя вы пытаетесь не терять присутствие духа, вы стараетесь сохранять оптимизм, насколько возможно. Вкратце, все сводится к практике, какой бы она ни была, простой или сложной, и это, конечно же, выполнимо. Это вопрос мышления, настроя. Кому-то из вас даже и неинтересно заниматься практикой, то есть делать в практике. У вас такое чувство, что лучше делать что-то реалистичное, чем тратить время на то, чтобы делать эти вещи, которые я не понимаю, и не знаю, как к ним относиться, и, скорее всего, это не даст никакого результата, только потеряю время и ничем не приду. И я здесь хочу сказать, что нам не нужно воспринимать это как что-то обременительное. Например, практика Тонг Лен, или же практика произнесения шести слогов Чендри Зига, Будды, Милосердие. Если мы это делаем с умением и с заботой, умение как мудрости, забота как в Милосердии, сочувствии, если мы к этому так относимся, то это очень просто. И если мы это делаем таким образом, то мы сможем собраться с Духом, или же найти присутствие Духа, присутствие Духа. И когда мы сможем вот так вот сделать карму своей, как я говорил в прошлый раз, когда дело касается того, чтобы завладеть своей кармой, то самый важный подход — это не видеть того, кто должен завладеть кармой, и карму, как два аспекта, они вовсе не разделены, они взаимозависимы. Это очень важно понимать. если у нас такой стереотип с самого начала держать их отдельными, воспринимать их как отдельные, не как взаимозависимые, а как самостоятельные, то тогда наша задача становится невозможной, и мы не сможем найти никакой пользы. И поэтому важно найти между ними правильное отношение. Карма, о которой мы говорим, что это означает? Это, конечно, это концепция, такое понятие, если мы в нее смотримся, то это, в принципе, слово, это существительное, или глагол. И впоследствии этого понятийного средства мы должны быть способны понять вот эту природу изменения, вот этот поток изменений, поток жизни и смерти, поток взлета и выпадений, или поток почти всех противоположностей, и увидеть, что это не так, что они как чужды друг к другу, но они все возникают взаимно, во взаимозависимости. И карма, в данном случае, описывает тот аспект изменения, который можно описать как то, что там есть форма причины, для удобства понимания, для удобства выражения, там есть как бы некая причина и какая-то форма условия, и это дает какой-то результат или эффект согласно причинам и условиям. Но, тем не менее, это вовсе не абсолютно, это всего лишь концептуальный, относительный способ описания действительности, или описания жизни. В конце концов, жизнь — это ничто неное, как изменение. В один момент мы живем, в другой момент умираем, но ничто из этого не является абсолютным. Жизнь не отдельно и от смерти, и не имеют взаимоотношения, и благодаря такой взаимосвязи, постоянно они поддерживают друг друга. Поэтому это нам важно понять. И цель практики, которая описывается как три аспекта — слушание, размышление и медитация, вот эти три аспекта, они описывают практику. И, конечно, что мы практикуем, это мы стараемся понять концепцию, найти правильное отношение к концепциям, но вовсе не отбросить концепцию, или также, с другой стороны, это не означает привязаться к концепциям. Вот это тоже еще один важный фактор, я полагаю. Отбрасывание концепции может происходить тоже, то есть мы чувствуем, что вот эта концепция ума создала всю эту путаницу, всю эту запутанность, и поэтому сейчас мне нужно стереть все из ума. И мы смотрим тогда на практики созерцания и медитации и так далее, как на способ стереть все из ума, то есть забыть все. и воспринимать все как абсолютную галлюцинацию. И возможно, что мы сейчас сталкиваемся с этой суматохой, куда бы мы ни прошли, влево или вправо, мы чувствуем, что нет спасения, мы не можем, например, переселиться на другой континент и чувствовать себя в безопасности, или же в Антарктиду уехать, и там будем в безопасности. Просто негде найти укрытие, убежище. И спустя какое-то время, когда это чувство, когда мы зацикливаемся на этом чувстве, то и одновременно, если у нас есть некоторое знание дхармы, то возможно, что мы начинаем думать так, что ошибочно, неправильно понимая практику, что все это абсолютная иллюзия, и поэтому мне теперь нужно стереть все из ума полностью с помощью медитации. Это я бы назвал отказом от концепции, но идея не в этом, и цель не, не такая цель практики вовсе. с другой стороны, также нам не нужно привязываться к концепциям, потому что если мы привязываемся к концепциям, это будет означать, что мы будем думать, что есть некое абсолютное окончание этого. Например, если мы сейчас вследствие нашего логического ума или способности к умозаключениям, мы можем взвесить все за и против, и в первом счете мы направляемся, мы приходим к двум видам надежды. Первое, это меры предосторожности, выживания, и второе, это найти какое-то средство излечения, и вроде бы вот это то, что нужно. Во что бы то ни стало, я должен делать все, что могу для того, чтобы достичь совершенства в том, чтобы найти и охватить вот эти два вида надежды. То есть, меры предосторожности, действительно, возможно, что мы впадаем в такую панику, что вот все время по новостям мы слушаем, что нужно запасаться различными вещами, конечно, едой, водой, лекарствами и так далее, и одновременно, хотя, конечно, здесь говорится об этом с заботой, с искренней заботой о мерах, что нужно принимать различные меры предосторожности, но опять-таки мы можем это неправильно понять в нашем тревожном состоянии ума, и мы можем вдаваться в такие тонкости мер предосторожности, что, в каждом счете, мы будем чувствовать, что нам нужно просто закрыться полностью, и не только в своей комнате закрыться, но и ум закрыть, может быть, даже перестать дышать, можем впасть в такую крайность, в конечном счете. и, конечно, есть различные формы крайностей, крайних мер, которые можно принимать, и также в плане вакцинации или средств излечения, излечения, возможно, конечно, что оно будет найдено, все возможно, мы можем найти средства излечения в Корее или позже, точно мы что-то найдем когда-нибудь, жизнь полна возможностей, но если мы привяжемся к этой концепции, опять-таки, и будем чувствовать, что это решит все, очевидно, что нет, и вот нам нужно об этом помнить, осознавать это, потому что, скажем, что мы нашли завтра средства излечения, конечно, мы будем чувствовать облегчение, мы можем прыгать от радости, плакать и смеяться, танцевать от радости, но это все мимолетно, не правда ли? И после этого ликования, после этого облегчения, все начинается заново. Почему? Потому что мы опять-таки неправильно истолковали концепцию, и вот это неправильное понимание концепции приводит к непониманию кармы, и мы не можем тогда сделать карму своей, и в результате этого мы возвращаемся к началу, и все начинается заново, и это означает самсару, то есть мы совершили полный цикл, и опять-таки мы можем преодолеть какого-то одного злодея, в данном случае в форме этой болезни, и конечно, когда-нибудь мы ее преодолеем, но что после этого? Пока мы не знаем, как заботиться о собственной карме, каким-то образом, тем или иным образом, окажется так, что возникнет другой злодей, может быть, в форме человека, или в форме террориста, или в форме другой пандемии, все что угодно, это может быть вследствие плохого питания, это может быть вследствие различных потребностей и стрессов, абсолютный ключ для практикующего, конечно, для подавляющего большинства, это может быть не так, может быть, пока не пришло для них время каким-то образом, но, по крайней мере, для нас, для практикующих, не так, что у нас есть долг, но с точки зрения того, что мы можем предложить себе и предложить другим, хотя это может быть не чем-то прямым, не чем-то великим с точки зрения даже наша признательность может ничего не значить, в конечном счете, признательность за упорный труд других, но, тем не менее, если один из нас или несколько из нас или, конечно, все из нас как практикующие, если мы сможем воспользоваться этим моментом, если мы сможем воспользоваться этим тяжелым временем так, чтобы мы в конечном счете могли понять изменения путем того, что мы охватим карму путем того, что мы познакомимся хорошо с концепцией этой, тогда, я думаю, мы хорошо прожили жизнь. выживем ли мы после болезни, сможем ли мы не умереть или нет, это не так уж и важно, но что действительно важно, что действительно даст нам чувство покоя, успокоения или же удовлетворения, это если мы сможем воспользоваться этим моментом сейчас, не в следующие дни, не завтра, но сейчас, я не хочу создавать давление, конечно, но если мы сможем найти способ понять карму, охватить карму посредством практики, тогда, я думаю, мы сделали что-то, чем мы действительно можем гордиться.